Всех очень рад видеть, спасибо, что пришли. Я думаю, что тут у нас обычно неваляшки всегда есть. А есть кто москвичи учатся здесь уже в Академии Смыслов? Вот, всё, так сказать, продвигается процесс. Ну, у нас здесь традиционные встречи, это всё-таки у нас такое легендарное место. Вот, здесь я познакомился с Леной Алексеевой, мы же здесь же познакомились, ну, на минус первом этаже, вот, с которой мы сделаем книжки детские, которые, ну, так, большим пользуются спросом, особенно вот всё, что касается про работу мозга, про антигаджеты там и так далее. Так что, и сейчас мы вспоминали, что здесь первая встреча уже, получается, была 20 лет назад, да? Вот, тоже мы проводили уже в Библиоглобусе. Вот, поэтому заходите сюда, любите это место. Вот, я сюда тоже регулярно приезжаю с очень приятными чувствами. Ну, и представляю обычно здесь свои книжные новинки. Три слова, наверное, про это скажу, чтобы тоже было... Значит, я их сам ещё не всё щупал, вот, честно говоря, и не всё можно даже закупить, потому что, да, дневник канатного плясуна у вас чуть позже появится. Значит, ну, самая главная книжка, которая, как бы сказать, которая посвящена встрече, это «Будь счастлив», это третий в списке таких тренажёров, которые есть тренажёр к красной таблетке, красной таблетке 2, и вот «Счастлив по собственному желанию» это как бы самостоятельные работы, это не какая-то там копипаста откуда-то, это специально делалось для того, чтобы можно было самостоятельно как-то позаниматься с собой для решения тех или иных задач. «Красные таблетки» там «Порви матрицу в клочья», и «Где твой успех» там «Свои задачи». Вот здесь «Счастлив по собственному желанию» и «Будь счастлив», соответственно, это такие уже психотерапевтические больше задачи, там с тестами на тревогу, депрессию и потом упражнениями, и как правильно вообще самого себя настраивать для того, чтобы со своим эмоциональным состоянием, если оно раскачалось на фоне всех происходящих событий, как его, так сказать, ввести в доброе расположение духа. Но правда состоит в том, что у нас, конечно, время сейчас такое... С одной стороны, вроде Новый год, все должны быть... Но слышишь, когда этот... Я сейчас был просто на мероприятии, значит, и там выходит ведущий, говорит, «Ну, по традиции, чтобы каждый следующий год был лучше, чем, значит, предыдущий». Я вздрогнул, потому что традиция какая-то пошла сейчас странная. Но с другой стороны, видите, что бы ни происходило в этом мире, и я много про это рассказываю, у нас же сейчас, по сути дела, идеальный шторм. Потому что, с одной стороны, значит, Третья мировая война по всему миру, разворачивается эта история, и вот дух времени я писал, и показывал, что мы, к сожалению, оказались вот в фазе этого перехода. Сергей Петрович Капица предсказывал его, говорил, как демографический переход. Он математически рассчитывал и показывал, что вот мы подойдем к моменту вот такого фундаментального кризиса человечества в 2027 году, ну, там, плюс-минус, понятно, что это расчет математики на тысячелетие, они там считали, что происходит с численностью, и вот будет с этим происходить то, что он называл демографическим переходом, но предполагаю, что это, ну, как бы не просто изменение демографии, а это, ну, то есть, там, по некоторым прогнозам у нас достаточно скоро в 10 раз станет меньше, вот, ну, не прямо сейчас, вот, лет сто есть, но, в общем, как бы мы идем к каким-то таким странным временам, вот, и это перестройка всего, это перестройка социальных институтов, это перестройка, значит, вот систем отношений между людьми и так далее, и это, в общем, процесс такой фундаментальный, это первая такая шторм, значит, второй шторм, который мы переживаем, он связан с четвертой мировой войной, которую я в свое время еще начал писать в СНОБе, вот, сейчас потом написал книгу «Четвертая мировая война», и все хохотали, говорили, когда там ваши эти роботы, машины, там, это, вот, трактора уже ездят автоматически на этих страшное дело, вот, да, я встречался с, там, с Министерством сельского хозяйства Чувашии, вот, и у них основное это сельское хозяйство, ну, казалось бы, там, Чувашии, там, и так далее, но все, вот, электромобили, понимаете, по полю, привет, вперед, вот, да, значит, но проблема не в этом, проблема, конечно, вот в этом искусственном интеллекте, я не знаю, там, игрались вы с всякими GPT-чатами, там, с гигачатом, который Сбер делает и так далее, но это, конечно, уже фантастическая совершенно штука, вот, это полноценный собеседник скоро будет, скоро у каждого будет свой, как бы, и это проблема, люди-то с друг с другом, электрический психотерапевт, да, я про это давал Минаеву интервью, вот оно вышло в журнале, да, в сентябре месяце, вот, и действительно проблема состоит в том, что нам скоро комфортнее будет общаться с искусственным интеллектом, который будет и разговор поддерживать, и эмпатию проявлять, и всякое внимание к нам, вот, и нашим интересам соответствовать и так далее, вот, а что это за общество, в котором люди-то с друг другом не разговаривают, вот, и при этом общество не сильно умнеет, я уже так аккуратно про это говорю, вот, но правда состоит в том, что, конечно, очень оно пугает, да, это дело, динамика не самая позитивная, вот, книжки меньше читают, мы тут обсуждали, что это такое, вот, а почему, конечно, куда эту книгу читают, где столько времени у людей есть, вот, невозможно, вот, а знание это, это же не набор информации, которую вы получаете, знание это система знаний, а система знаний только у сложной интеллектуальной объекты способны, так сказать, поднять своим мышлением, вот, и, к сожалению, это тоже все меньше, значит, и вот у нас получается, понимаете, три волны, вот, такая общая цивилизационная, связанная с изменением характера социальной среды, которая возникает, вот, вот эта цифровая реальность, которая возникла, то, что люди, по сути дела, в какой-то момент вдруг стали внезапно гражданами не стран, а гражданами каких-то социальных сетей, там, ну, по сути дела, транснациональных корпораций, вот, которые знают о каждом нас значительно больше, чем любая спецслужба в любом, так сказать, любого самого продвинутого государства, это вещь серьезная, вот, поэтому начались эти войны, государства пытаются каким-то образом сохранить у себя, ну, это не власть, а, скорее, управляемость, ну, там, на своих территориях, в рамках своих каких-то зон ответственности, там, и так далее, вот, но везде это не просто очень происходит, потому что мы видим по всем странам, просто мало интересуемся, вот, там, где-то слышим, там, что-то где-то диплократы с республиканцами в Америке не могут найти общий язык, вот, но проблемы есть, там, в том же Китае, вот, у них 25% молодежи безработные, вот, они не могут адаптироваться к работе, они запретили компьютерные игры, но, по сути дела, запретили, то есть, там, до совершеннолетия вы вообще можете играть всего два раза в неделю, в определенные часы, понимаете, час, это было, очень было полезно, я бы запретил тоже, я бы вообще запретил бы к чертям эти компьютерные игры, вот, но, хоть телефоны запретили, понимаете, детям в школе, это вот сейчас закон этот, да, да, я в этом Сайте Федерации выступал в 19-м году, им говорил тут, товарищи, вот смотрите, что происходит, но, пять лет прошло, значит, что-то начинает работать, вот, да, и этот цивилизационный, вот такая, идеальный шторм, люди глупеют, искусственный интеллект умнеет, значит, и все страны, значит, находятся в странном, таком новом движении, не пытаясь, как бы, так сказать, понять свою новую функцию и сущность в рамках вот этой Третьей мировой войны, я, да, писал тут 14-15 год, что ли, скоро будут заборы строиться везде, едьте в Израиль, ни на что не намекал, говорим, привел текстом, вот, смотрите, как бывает со стенами, и тогда, после этого уже и с Мексикой стали строить, и в Калео стали ограничивать, но сейчас у нас уже, понимаете, и с Европой эти границы строятся, и сейчас еще будет климатический кризис дополнительный, придут климатические мигранты, они как-то толкнутся, так сказать, с юга к нам, и вот мы тут все вообще будем невероятно веселые, вот, ну, это я к тому, что джингл-беллс такой, вот, праздник, счастье, вот, но в целом мы должны осознавать, но с другой стороны, понимаете, несмотря на все это происходящее, люди живут, мы живем с вами, и вот здесь вопрос, раньше нашей жизни были кому-то там сильно интересны, ну вот, потому что мы были там трудовой силой, трудовым ресурсом, скоро мы в этом смысле не будем представлять какой-то интеллект, зачем мы это нужны, мы с Леной там что-то делаем, книжку рисуют, Леной, значит, я что-то правлю, там, и все, вот, а сейчас загрузят в этот искусственный интеллект, он выплюнет, у меня ребенок уже рисует книжки про депрессию, вот, в этом, в искусственном, хорошо получается там, вот, прямо я даже сам растрогался, он мне показал последнюю, вот, поэтому мы с вами находимся во времени, когда очень будет непросто, нам самим найти себя, понимаете, потому что и никто у нас больше не будет нами заниматься, чтобы из нас что-то, вот, как-то нам, будущее нарисовать, какие-то нам дать возможности, опоры какие-то внутренние найти, раньше же тоже это все-таки была идеология, была какая-то, хочешь не хочешь, а тебе нарисовали и будущее, и что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, как себя вести, как не вести, вот, и тогда сейчас раз это все рассыпалось, вот, религия тоже все больше не имеет вот этого такой силы, так сказать, вдохновлять, воодушевлять, определять приоритеты там и так далее. И мы вот, понимаете, мы сами себе теперь родители и, как и учителя, и все на свете, вот, и в этом смысле повышается, повышается значимость вот нашего собственной обращенности на собственное психологическое состояние и на собственное мировоззрение, потому что и то, и другое мы сейчас должны будем строить, вот. Что такое вот новая нормальность, это вот термин, который используется для описания того, что происходит. Новая нормальность – это то, что нет ничего стабильного. То есть вы вот получили профессию, выучились, и раз ее и нет, значит, переучивайся, переделывай. Только ты подумал, что ты, значит, вот там, сейчас себе вот так, это вот, я все время шутил, мне это не говорили, молодые, что вот, какая надежда? Надежда, значит, самая лучшая – это сделать себе, как же он назывался-то, пассивный доход. Сейчас вообще с этими деньгами непонятно, что-то, бизнесами там и прочее. Что вы, сейчас вот, какой пассивный доход? Рантье, все уже, конец, никакого ничего не будет, никаких. Все время мы должны будем находиться в ситуации, что мы должны будем реадаптироваться, привыкать и так далее. Для психики это вообще ужас, понимаете? Потому что психика любит стабильность, психика любит определенность. Вот, и где нам ее искать, если во внешнем мире нет? Только внутри. Вот, собственно говоря, ответ. И выяснилось, что профессия, которой я занимался, она сейчас должна стать такой нашей самопрофессией. То есть мы сами должны начать про себя думать, как вот этот свой внутренний мир отстраивать, как для себя находить определенность внутреннюю и так далее. Я вам должен сказать, что это не первый раз в истории человечества такое. Мы все время думаем, конечно, что нам не повезло сильно, что то, если бы не пошло не так, и это пошло не так. В человечестве все время не так. Помните, мы как собрались, мы давай цивилизации строить и рушить. И там возьмите ту же самую древнюю Грецию, мою любимую, понимаете? Ну, там, на самом деле, вот это то, что мы считаем там светом этой древней Греции, ну, 200 лет от силы. Потому что до этого, значит, там, микенцы построили цивилизацию, дорийцы их разничтожили, все, 300 лет тьмы, понимаете, потом следующие, и вот они вот так вот все время разрушают и так далее. Вот, и, но почему античность, она сохранилась, столько было цивилизаций разных, египетская была фантастическая цивилизация, понимаете, Вывелон там и прочее. А почему они сохранились-то, эти именно античность? А потому что это единственная цивилизация, которая обернула человека на самого себя. Первый психотерапевт кто? Сократ, все правильно. Вот, он говорит, слушай, а ты давай обернись на самого себя. Ты давай собой займись, вот пусть тут все, что угодно происходит, но ты должен самим собой быть в ладу. Ты должен себя понимать, ты должен проявлять в себе правильную заботу. Вот, что такое забота? Забота – это не, как это, не судно вынуть, понимаете? Вот, забота – это когда вы видите, что нужно для того, чтобы следующий этап жизни, действий и так далее человек мог реализовать. Вот, и, ну, просто тоже психотерапия, да? Значит, психо, что душа, ну, это как бы наш внутренний мир. Вот, а терапия – это что такое? Это забота, понимаете? И вот мы должны научиться заботиться о самих себе. И вот это какая-то специфическая такая должна, как бы сказать, перестройка произойти просто в нашем внутреннем мире, после которого вот всё, что вы наблюдаете, все сложности, с которыми вы, ну, там, вынужденно сталкиваетесь, или всё, к чему вы должны будете адаптироваться, всё это приобретает, как бы, вид территории, по которой вы путешествуете. Потому что вы уже дома. Вот, если вот взять эту книжку «Будь счастлив», вот этот тренажёр, я там использую образ «Пути героя». Ну, «Путь героя» – это знаменитая такая история, в своё время, ряд исследователей, начиная там с Файзера, Юнг в этом поучаствовал, Кэмпбелл потом сделал, собственно говоря, уже книгу «Тыщили герои» и так далее. Вот, и в чём суть героя? Алхимик знаменитый, который Пауэлл Кайли написал, он вообще просто… Любой фильм американский снят по истории героя. А в чём суть истории героя? Значит, он живёт себе обычной жизнью, всё у него, как бы, ну, как-то, да, и вдруг начинает происходить что-то, что выталкивает его из, так сказать, его из обыденного, значит, существования и требует от него каких-то действий. И в рамках этих действий он что должен будет? Найти тех, кто ему будет помогать, помощников, в русских сказках там, клубочек, понимаете, конёк-горбунок, «Серый волк», вот, ну, какой-то он, Иван-то с волком, помните, там что-то? Вот, да, вот, «Золотую рыбку», ну, там «Золотая рыбка» – это отдельная сказка. Вот, да, и, значит, вот, столкнувшись с этими обстоятельствами, понимаете, пройти через какое-то собственное умирание, свое какое-то умирание из себя прошлого и обретение из себя нового, нового человека, который способен противостоять сложностям, который внутренне вырос, который перестал быть ребёнком. У нас сейчас цивилизация инфантильная, понимаете, всё больше и больше, всё какой-то детский сад, вот, и лепит, лепит, вот хорошее название для того, что в социальных сетях происходит, или вообще в этом вообще, лепит, вот, он просто бывает гневный, обычно дисфоричные, инфантильные люди, вот, значит, но так это лепит, да, а здесь надо же обрести собственную речь, собственную способность себя высказывать, действовать от самих себя, вот. И вот это путь героя, который всегда это там, он проходит, потом помирает, ну, так или иначе, ну, символически, понятное дело, но вот он прежний, и обретает себя новым, и оказывается снова дома. Он делает круг, путь героя, вот, с этими испытаниями и так далее, и возвращается к себе домой, вот, к самим себе. И вот наша задача, она, собственно говоря, самих себя обрести, и дальше смотреть на происходящее, как на то, к чему мы, там, имеем какое-то отношение, в чем мы участвуем, как мы содействуем, вот. И, что важно, возвращаясь домой, он начинает быть помощником другим людям, вот, потому что служение другим людям, это единственная ценность, которая сейчас будет такой человечней. Я все чаще и чаще вот это думаю, про этот дарвиновский проклятый вопрос. Дарвин любил, ну, не любил, он этих приходил в ужас. Он говорит, что у него физический, он испытывает физическое ощущение ужаса, когда смотрит на перо павлина. Вот. Потому что это, ну, ненормально. Ну, как, что это такое? Зачем ты выросла? Ну, вот, это против естественного отбора. Вот, абсолютно. Вот. Вот, он благодаря этому придумал половой отбор, и он, как бы, естественным образом дополнил теорию естественного отбора, и это, собственно говоря, превратилось уже в действительно функциональную такую теорию. Вот. Но второй у него проклятый вопрос звучит вот дословно следующим образом. Почему мы так умны и так добры друг другу? Понимаете? Два ключевых качества, отличающих человека как вид. Доброта, ну, не генетически, заложенный альтруизм. В животных, у животных много альтруизма на самом деле, но он генетически заложенный просто, чтобы гены нашей группы сохранить. Ну, то есть, вот, которые там, как бы, ну, есть биологические объяснения, да? А у нас может быть доброта, совершенно не связанная с вот этими задачами биологического выживания наших генов. Вот. И ум, да? Ну, в целом, почему ум кажется проблематичным? Что ум, он предполагает, что вы выпадаете из реальности. Вы же в какой-то момент из вот такого своего физиологического существования, стимул реакции, ум, это что такое? Вы раз, и задумались, и что-то там у вас внутри происходит, как вас сожрут, вот, ну, так вот. А мы чего-то вот стали развивать эту функцию, вот. И эти два качества, это то, что мы должны в себе, конечно, воспитывать и сохранять. Вот почему я, собственно говоря, занимаюсь психотерапией и мышлением, не только, но и то, и другое. Потому что это, психотерапия – это доброта, потому что человек, который находится в тревоге, в беспокойстве, он не может быть добрым. Он бы хотел, но не может, потому что он как раненый. Какое же, какое доброта у раненого? Он естественным образом будет защищаться. Поэтому психотерапия и вот это прохождение пути преодоления своих каких-то психологических проблем, внутренних конфликтов там и так далее, это путь, где мы формируем вот эту способность к доброте. А мышление – это то, что мы формируем, нашу способность действительно использовать машину мышления. Недаром я так назвал книжку «Двухтомник» «Свой машиномышление». Потому что эту машину, если неправильно, если не дать ей ехать как нужно, ну, то есть, если не рулить ею, если она будет рулить, это будет кошмар. Начнет она галлюцинировать, как говорят про GPT и другие, значит, эти. Вот. Поэтому вот две функции, которые мы должны для себя как бы понимать и из этой доброты осуществлять заботу о другим, о тех, кто рядом, о тех, кто с нами как бы одной, раньше говорили, Маугли, там, это мы с тобой одной группы крови, понимаете, а здесь мы сейчас будем говорить, мы одной, как бы, сказать, мысли, да, потому что, ну, действительно, сейчас ты с людьми встречаешься и вообще не понимаешь, чем они живут, даже пытаешься выяснить это, они тебе начинают, даже если ты хороший психотерапевт, ты можешь это вынуть из людей, ты вынешь и думаешь, зачем ты вынулась, можно туда засунуть, вот, да, и нам нужно как бы объединяться в этом, в этом, в этом движении, вот, поэтому я очень вам благодарен, что вы как бы продолжаете интересоваться тем, что я делаю, читать книги, вот, ходить на программы обучения, потому что таким образом мы, ну, я просто это знаю по тем проектам, которые мы делаем, но по сути дела формируем друг вокруг друга ту социальную среду, в которой естественным образом возникает желание жить, а это сейчас самое важное, вот, это я вам хотел сегодня рассказать, а теперь буду на вопрос ответить. Так, первый вопрос. Здравствуйте, Андрей Владимирович, во-первых, я вас хочу поблагодарить и Библиоглобус за прекрасный новогодний подарок, даже мечтать о таком мы не могли, а вопрос у меня вот какой, на самом деле этот год стал для меня годом второго рождения, потому что в этом году я открыла для себя методологию мышления. И мне кажется, что до этого года я шла по жизни как полуслепой котенок, брела вообще не понимая, что я творю и зачем. Сейчас каждый день я применяю те или иные инструменты, это происходит у меня на автомате, и меня очень часто спрашивают, зачем ты проходишь такое количество курсов, я говорю, вы знаете, ну каждый курс дополняет один другой, и оно все действует вкупе. Теперь к сути вопроса, сейчас в сути мышления мы проходим уже третий по счету курс, и я знаю, что планируется еще несколько. Вот скажите, пожалуйста, как вы видите целое, которое состоит из частей этих курсов, и чему, как, кому это целое должно служить. Спасибо большое. Спасибо большое, Женечка. Значит, Женю знаю хорошо, потому что она постоянный участник нашего клуба Неваляшки, который мы психотерапевтический такой онлайн-клуб, мы его сейчас модифицируем, он у нас называется Точка опоры, но вот он будет называться Неваляшки, вот так что как мы привыкли между собой называться. Значит, во-первых, про мышление, что я, как мы двигаемся. Значит, ну, понятно, что вот я сначала написал книгу «Что такое мышление?» Вот я ее вижу здесь. Ну, это четыре книги, значит, «Методология мышления», «Что такое мышление?», «Пространство мышления?» и «Что такое реальность?» У меня перед этим были еще эти, я их сейчас переписываю для того, чтобы теорию принципа изложить и так далее, но сейчас я это все… В общем, я проводил семинары вот как раз по тем книгам, которые я перечислил в рамках, они вышли, толстый том «Мышление, системное исследование». Вот, я проводил семинары, приходили ко мне значит, люди с улицы, непонятно откуда, вот, и, значит, слушали все это дело. и в результате мы начальники сказали, что они хотят это все как-то глубже понять, вот, я понимаю, что на самом деле, чтобы понять мышление, нужно сначала пройти определенный внутренний путь, ну, потому что, ну, так как мы мыслим, мы мыслим, но проблем нет, да, а как это так, чтобы из своего мышления выскочить, хотя мы и есть продукт собственного мышления, и как-то его начать организовывать целенаправленно, под задачу, значит, начать управлять им, пользоваться как инструментом, вот, и тогда вот я написал книжку «Красная таблетка» и начались занятия в Академии Смыслом. Занятия в Академии Смыслом проходили, ну, прямо, я пишу письмо, объясняю все инструкцию, даю, вот, значит, ребята встречаются, проходят, пишут мне письма, ответ, я все читаю немедленно, в ночь пишу им следующее, письмо, а там много, длинные письма-то, вот, все, пишу, вот, понимаете, что они, так же невозможно, как бы, абстрактно придумать какую-то штуку, ну, придумать можно, она работать просто не будет, вы должны все время иметь отклик от реальности, вот, да, и вот, собственно говоря, вот так мы это все сделали, и получилось аж три ступени в Академии Смысла, значит, «Красная таблетка», «Чертоги разума», которая уже посвящена тому, что в «Красной таблетке» мы, по сути дела, вот, пытаемся вынуть себя из автоматизмов мышления для того, чтобы увидеть, что мышление есть, как, вот, такой процесс, с которым можно иметь дело, и в котором мы обязательно ошибаемся, потому что есть когнитивные искажения, там, то, все, пятое, десятое, есть трудности взаимопонимания и так далее, которые у нас возникают, потому что каждый по-своему воспринимает смысл слов, которым мы пользуемся, каждый вкладывает в него свой жизненный опыт, там, и так далее, вот, это была, как раз, таблетка, потом, чертоги разума, это мы уже, собственно говоря, учимся тому, что такое концепты, потому что есть очень важная вещь, наше мышление, это огромный объем, вот, интеллектуальных объектов, ну, то есть, всяких разных отдельных мыслей, опытов, знаний, представлений, переживаний, ощущений, там, и так далее, которые необходимо организовывать, и организуем мы это за счет того, что у нас появляются концепты, которыми мы можем схватывать это свое внутреннее состояние, содержание, и его уже выстраивать, собственно говоря, вот факт карты, как технология, знаете, ну, такой упрощенный, упрощенный вид, вот, этой работы, ну, Делеза Гватари, в свое время, ну, это считаются одни из, самых, ну, Делеза, как, Гватари, то да, он психиатр, ну, и соавтор, все, он, правда, написал эту книгу, вот, знаменитая книга, «Жилка философия», их последний, совместный проект, Гватари его уже не писал, но Делеза, поскольку он с ним это все обсуждал, поставил его там себе в соавторы, и вот они отвечают на вопрос, что такое философия, это создание концептов, да, значит, вот, что такое концепт, это какая-то, такая идея, которая объединяет, очень, как бы, близкая по сути, по своей содержании, и вот вся философия, действительно, мы берем там какую-нибудь, любую философию, возьмите, Декарта, это концепты, концепт сознания, значит, психофизическая проблема, там, и так далее, возьмите, там, Либница, Димонады, возьмите Платона, с его идеями, Эйдосами, там, и так далее, это все концепты, вот второе, это научиться схватывать внутреннее содержание с помощью концептов, которые, ну, не философских, можно, конечно, философских, но вы тогда будете издание философии строить, а мы схватываем те концепты, которые способны нас самих, как бы, внутри организовать, в мышлении, в собственном, значит, третий этап, это Троица, вот, Троицу проходят ребята, которые уже все, ну, ребята, всех возрастов, от малого до великого, что называется, вот, но там очень важно, значит, они перед этим проходят тестирование все, по Троицу, определяют свой психотип, вот, и третья ступень строится таким образом, что мы собираем в рамках группы представителей разных, значит, способов сборки интеллектуальных объектов, рефлекторов, конструкторов, центристов, вот, и задание внутри вот этого третьего этапа, они состоят в том, что я сталкиваю два, то есть, вот два человека общаются, думают, все, они про одно и то же говорят, да, вот, а я так делаю, раз, фокус, фокус, раз, и оказывается, что там, где рефлектор, что-то рассказывает, вот, конструктор, вообще другое, он вообще просто, он даже мимо не проходил, вот, у центристов вообще все было понятно, а тут ему взяли и просто устроили просто какой-то фейерверк на кухне, вот, страшное впечатление может производить, вот, и это дает вот это ощущение того, что мы действительно можем мыслить значительно более объемно, если мы используем разные способы сборки, вот это были, значит, три ступени, и есть три ступени Академии Смысла, которые мы здесь, в Москве, значит, воспроизводим, вот, поэтому у кого есть желание, что называется, всегда милости просим, значит, но дальше, это вот, я, как бы, дал опыт мышления в рамках, вот, этого первого уровня обучения в Академии, знаешь, есть вопрос, вот, как бы, вы его прочувствовали, дальше вопрос инструментов, и вот, наш центр интеллектуальных практик суть вещей, это, здесь Маша вот сидит, несет на себе тяжелейшее, так сказать, бремя того, что это все, ну, очень сложная, на самом деле, махина, вот, уже три больших курса, я думал, что последненькую, третью, вообще никто не потянет, и закрою, да, планировал, а всем нравится, да, я пугаюсь вас, вот, да, значит, это вопрос инструментов, значит, есть проблема того, что наше мышление само в себе естественным образом содержит ошибки, значит, это называется когнитивное искажение, этим занимается когнитивная психология, за это дают Нобелевские премии, это используют нейромаркетинги для того, чтобы заставить нас купить больше, чем нам нужно, и так далее, значит, и в нашей жизни тоже, как мы ведем беседы, дискуссии, как мы с друг с другом общаемся, как мы друг друга, какие мы к другу претензии предъявляем, тоже это обусловлено вот такими, в кавычках я возьму, генетическими ошибками мышления, ну, то есть, под этим, под этим есть биологические причины, социальные факторы, там, и так далее, мы это все разбираем, и, как только вы это знаете, вы просто начинаете радикально меньше совершать ошибок, при, вообще, просто, любой деятельности, общение, работа ваша, там, воспитание детей, и любая деятельность, значит, она становится у вас, вы не допускаете, вы знаете, где вы, естественным образом ошибетесь, потому что, в наш биологический, субстрат, производящий мышление, имеет эти, как бы, инграммы, в него включенные, вы просто можете их, перепрыгнуть, и так далее, это он был посвящен, курс мастер мышления, и это инструмент, ну, то есть, вот, я, например, надо какое-то решение принимать, или еще что-то, вот, у меня есть набор вопросов, которые я, естественным образом, сам себе задаю, да, потому что, ну, например, нам кажется, что, когда мы принимаем решение, мы делаем выбор какой-то, вот, это, мое любимое, коэнтинговое искажение, называется, иллюзия альтернативы, вот, то есть, вот там, условно, приехать мне в Библиоглобус, или не приехать в Библиоглобус, и я думаю, что это решение, что я выбор делаю, на кону одна фишка, то, что действия два, вот, фишка-то одна, и вы можете, собственно говоря, взять, и другие фишки поставить, на, на этот, как его, и вот я в результате сегодня был в четырех местах, понимаете, и смог приехать в Библиоглобус, вот, а если бы просто мне сказали, надо в Библиоглобус, мне бы разорвали где-то там, сказали бы, и все, не приезжай в Москву, у тебя там дела другие есть, вот, а я так все сорганизовал, и все, вот, и, понимаете, вот это, ну, просто пример, да, того, как работать, не кто-то вот, да, а вот, да, хочу в Библиоглобус, да, но надо, значит, так сделать, чтобы это, как бы, сказать, стало реалистично, увеличиваем количество фишек на поле, и все начинает одно на другое работать, вот, это, значит, мастер мышления, дальше важный инструмент, это, собственно говоря, то, что называется критическим мышлением, я вообще не люблю название критическое мышление, что за мышление не критическое, галлюцинации, бред, ну, как бы, у меня есть два вида не критического мышления, бред и галлюцинации, вот, все остальное должно быть или это просто какое-то еду, как это, что вижу, то пою, вот, это тоже не напоминает мышление, вот, мышление всегда критическое, и вообще есть две опции мышления, мышление критическое, это когда вы мыслите, используя, как бы, сказать, способ осмысленный, осознанный, реконструкции реальности, с которой вы имеете дело, да, и вот это критическое мышление, то есть вы не просто воспринимаете и формируете отношения, это много ума не надо, и собака моя тоже, так сказать, воспринимает и формирует отношения, вот, и, и что это, мышление? Нет, не мышление, вот, мышление это способность разделить целое на части, увидеть это в контексте, там, и так далее, провести анатомирование, концептуализировать это, примерить к реальности, посмотреть, что работает, что не работает, вот набор правил, и второй тип мышления, это мышление креативное, созидательное, значит, но это другая история, то есть вы не просто реконструируете реальность, вы должны в этой реальности сделать, создать что-то, что будет жизнеспособно, что будет жить, хотя его еще в реальности нет, а вы вот его туда, как бы, всунули, вот не было, я когда это говорю, интеллектуальный кластер открывал в Питере, мне все говорят, ну, малахольный, вот, значит, я говорю, не, подождите, вот, ну и сложно, это не так просто, сначала одно делаешь, другое, опять, но постепенно конструируешь, и уже есть то, что живет без меня, это самое большое счастье, ведь что-то живет в реальности, не потому что я туда впихиваю, потому что, как бы, оно стало органичной, это реальность, и оно там, как бы, само на себя работает, и так далее, вот, поэтому, вот, критическое есть, значит, соответственно, вот, это инструмент, и то, и другое, про критическое еще нет курса, вот, значит, сейчас идет курс про дискурсы, ну, я вот так, как бы, сказать, более, я их все более понятно сформирую, говорю, это программирование жизни, убеждения, установки, дискурсы, значит, ну, это очень важная вещь, вот, потому что, я вам уже Делеза процитировал, что он, значит, говорит, что, значит, философия создания концептов, был другой великий французский философ, его дико не люблю, ненавижу просто, ну, вот, но он великий, если бы поделать, вот, Дорида, вот, и он говорит, весь мир текст, и у меня есть книжка, складка времени, которую я так начинаю, вот, я издеваюсь там, вся книжка издевательства сплошное, вот такое, заумное, продуманное издевательство, вот, но факт в том, что мы действительно с вами живем в текстах, и даже, вот, вы задумайтесь, на секундочку, что такое, депетит этот, ну, он фантастический, я с ним уже, понимаете, заговоры с ним придумал делать, я его дурачу вообще со страшной силой, но он прямо, такие делают, прямо решения предлагает, прямо, у меня, прямо ужас, это нам дают еще кусочек, нам не дают его весь, как он, не, он вообще, это, вот, у него только, как зависит от времени суток, вот, да, он вообще очень странно себя ведет, зависит от времени суток, ну, там, и он может сказать, дам тебе денежки, если хорошо напишешь, он лучше старается, реально, это факт, вот, значит, и лучше сказать, у нас сейчас май месяц на дворе, вот, вот, ответь мне на такие вопросы, придумай вот это, он ответит лучше, чем если вы скажете, что декабрь, но он, видимо, знает, что в декабре уже всем, уже по барабану, вот, а тут все еще в работе, так сказать, очень странное существо, вот, я не вижу, вот, это все серьезно, но это же лингвистическая модель, то есть, это что такое, это взяли все корпусы текстов, все эти тексты, друг с другом, соотнесли, вот, как они делали, OpenAI, значит, все это дело соотнесли, увидели, значит, вот, где эти слова разные, понятия, концепты, там, и так далее, где они с друг с другом плотнее сочетаются, значит, алги, алги, сейчас я скажу, алгиометризировали, алгиометризировали, сейчас я скажу, не под секунду, я сегодня много говорил уже, алгоритмизировали, вот, значит, это, вот это то, что стоит, вот эти вот, то, что называется веса, да, то есть, вот эти вот, после того, как вы это все соотнесли, у вас там появились, такие отдельные системы отношений, связей, вот, которые вы отдельно уже описываете, дальше с друг с другом сталкиваете, вот, это вот, если на человеческий язык, то у нас есть значение, это то, что мы, как бы, ощущаем, да, то, что мы вкладываем в понятие слова, в то или иное, да, а есть сами слова, и вот эта лингвистическая модель, понимаете, которую заставили, как бы проштудировать все, что человечество наговорило за все это время, вот, она, собственно говоря, научилась усматривать за комбинацией слов, не просто набор знаков и символов, а какие-то смыслы, и это, ну, революционная штука, но так мы с вами тоже самая такая же машина, мы в детстве-то были, нам говорили там, что-то там, мы все, да, мы такие умные были, страшные, помните себя в детстве? Вы были очень умные, правда? Ну, правда, ну, так, если вспомнить, вы были умнее всех этих вокруг, да, идиотов, родителей, вот эти, странные, бабушек, дедушек, вы точно были умнее, вот, в школе тоже, ну, так, были там толковые, конечно, но вы-то лучше понимали, правда, да, ну, а сейчас возьмите ребенка просто и поговорите с ним, он тоже думает, что он самый умный, субъективное ощущение, что я самый умный, оно не, не коррелирует, так сказать, с субъективной оценкой всего происходящего, вот, значит, и мы вот тоже были такой, лингвистической моделью, на нас накидывали всякие разные понятия, мы их как-то там себе понимали, вот, как-то мы их вот это, и в какой-то момент, я помню все время, это вот для примера, значит, это меня оскорбило в детстве, вот, значит, у нас делали, ну, этот, инициативная группа была в классе, вот, мы решили делать пушкинские вечера, значит, все учат стихии, там все делать, декорацию, там все, вот, время советское, поэтому все надо сначала пройти, так сказать, все системы отбора, там, ну, не отбора, вас должны отсмотреть, все, вот, ну, мы все там сделали, вот, и, значит, идем к Завучу, рассказывать стихи Пушкина, чтобы, ну, предварительная читка, все, я ее боялся смерти, у меня здесь лекция, все, как она меня, в принципе, вообще выносила, вот, значит, ну, я пришел, и читаю ей стихи, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетный, все читаю, как просто, соловей, вот, а она сидит, так в окно смотрит, и говорит, ну, видно, что не любил, вот, понимаете, вот, то, что, для многого, для того, чтобы насытить значением, то, что вы говорите, для этого нужно иметь переживание, опыт, там, и так далее, вот, да, и, соответственно, вот, лингвистические эти модели, мир, текст, и сейчас мы уже вынуждены признать, что это в некотором смысле действительно так, ну, в некотором смысле, вот, вот, и, соответственно, мы сами начинаем определяться, то, что называется, философией дискурсами, то есть, вот, некими, вот, этими потоками смыслов, вот, которые, собственно говоря, создают для нас картину мира, и умение работать с этими дискурсами, позволяет вам менять, вообще, свою, свою диспозицию в мире, свое место в мире позволяет менять, вот, это вот, значит, перепрограммирование жизни, вот, курс, значит, дальше еще будет курс, следующий, видимо, великий архитектор, вот, это вот как раз как моделировать реальность, вот, будет курс по векторному кольцу, у меня есть для предпринимателей, но это будет для, как бы, практического использования, потому что на самом деле это очень эффективная штука, как вы можете на один и тот же объект, посмотреть как бы с разных оптик, через разные призмы, вот, и увидеть в нем, как бы максимум, потом собрать из него то целое, которое действительно будет соответствовать реальность, вот, так что, вот, курсы центра интеллектуальных практик, это инструменты, вот, ну, я их планировал 7, сейчас 3 сделано, вот, ну, там, как бы, Маша говорит, что я должен все делать, я не, вот, ну, ладно, пока я держу все слова свои, вот, обещал всем, пока планируешь всем, вот, и на самом деле это просто вот инструменты, то есть вот академия смысла это то, как мы ощущаем собственное мышление, как мы его как бы начинаем им управлять, инструменты это как мы непосредственно, ну, вот, условно говоря, научились ездить на лошади, вот, а потом мы учимся там прыгать через этот барьер, там, как там, чем еще лошадей мучают, вот, значит, ну, так мы учимся в своем мышлении разными инструментами, но как результат, значит, может быть все что угодно, поэтому, но параллельно у меня, значит, мы начали второй уровень в Академии смысла, это, я провожу семинары для выпускников всех трех ступеней, вот, значит, мы вот вчера был, вчера, да, вот, вчера был, значит, последний у нас семинар по книге, что такое 17-й, по книге, что такое, что такое мышление, вот, и, понимаете, там кто-то, я видел в комментариях, какой-то фрагмент, это, зачем они перечитывают книгу, вот, значит, вот, я думаю, надо ответить на этот вопрос, значит, мы, когда читаем книгу, мы же снимаем тот смысл, который мы способны к этому моменту в нем обнаружить, почему, значит, читая, как бы, неплохие книги, вы каждый раз можете обмножить, там новые смыслы не появились, вы способны новые смыслы в этом деле, как бы, сказать, обнаруживать, вот, и, когда мы говорим про проблематизацию того, что такое мышление, то, что никто не знает ответ на этот вопрос, я секрет вам сейчас расскажу, то есть, вот, нету нигде, кто бы вам сказал, ну, то есть, есть определение, в Википедии вообще на все есть определение, вот, есть философские словари, там, и так далее, есть определение, объективное отражение, значит, там, реальности, закономерность, обнаруженных отношений, ну, что это, или там, мышление, это познавательная деятельность человека, мне больше всего нравится это определение, мышление, это познавательная деятельность человека, точка, что они сказали, это называется классический тавтология, ну, как бы, одним словом на другое поменяли, и сказали, ну, вот, мышление, это познание, познание, это мышление, все хорошо, ну, вам теперь должно быть понятно, вот, и, да, и никто не знает ответа, вот, что такое, это же огромная проблема, это вот, господи, я так долго буду, говорить, мне нельзя, сейчас я, да, но вы представляете, мы же до сих пор не знаем, что такое сознание, ну, майнд, в мировой философии, это майнд, значит, у нас оно разное, разум, сознание, мышление, это на самом деле разные штуки, и это очень проблематично, в переводах, когда это делают, и никто не может сказать, Чалмерс, который вот сформулировал эту, трудную проблему сознания, которое, собственно говоря, считается сейчас, он говорит, что мы только через 10 лет сможем обнаружить реальные корреляты сознания, то есть мы до сих пор не можем, я шучу все над ним, значит, потому что он, значит, тут перепугался, вот, и говорит, мы уже через 3 года будем иметь сильный искусственный интеллект, обладающий сознанием, я говорю, секундочку, ты здесь лет собрался только с нашим определиться, это шутка, ирония, но факт медицинский, вот, да, и это большая проблема, и вот только, когда мы начинаем про это систематически думать, разворачивая это на пространстве текста, который, как бы, плюс-минус, сходно понимается разными людьми, мы можем увидеть, о чем мы на самом деле говорим, если это не такая штука, которую можно пощупать, да, значит, вот в религии, например, как пример, душу нельзя пощупать, но собирается много людей, они это делать, обсуждают, у них есть текст, они их толкуют, у них там расколы, там и так далее, они что, они пытаются выявить сущность, про что идет речь, нам про мышление тоже такое надо, вот, ну и много других вопросов, так, сейчас меня побьют, да, час может, да, у меня очень маленький, я еще подписать же должен книжки, да, добрый вечер, всем добрый вечер, товарищи, Андрей Владимирович, я хочу присоединиться к Жене, что действительно так радостно, перед Новым годом, я ждала, вас не было давно в Москве, и я, первые мои встречи, я пришла, как обычно, куда-то прихожу, как такой котенок, зашуганный, это уже моя пятая встреча, и я была в шоке, я прихожу, и не было возможности встретиться с ребятами из точки опоры, уже в течение полугода, а тут Женя, сразу она говорит, Настя, подходи, и мы друг друга узнали, сразу обнялись, и заходят тоже другие ребята, и говорят, Настя, привет, я такая, хо-хо, вот это да, и на самом деле, получается, ваша миссия и задумка реализуются, потому что я чувствую себя рядом с ребятами, счастливой, и это место, мне это очень, вы не представляете, как это мне приятно слышать, и то место, где слова любви и поддержки, которые мы говорим друг другу, они действительно чувствуются, что нужны, ценятся, это очень приятно, спасибо большое, Мой вопрос по поводу канон встречи, у нас счастлив, по собственному желанию, и про любовь, а любовь, это внутренний выбор человека, или это что-то заложенное в нем генетически, что невозможно в себе воспитать, или чему очень сложно научить другого человека, я бы хотела в этом разобраться, потому что я сама, как, наверное, некоторые знают, педагог, ученая, художница, мне 27, успела немного, и было видно, на самом деле, у меня по тестам сбалансированный тип, то есть, и как я видела, полтора годика мне, вот тут моя мама где-то в конце, то есть, получается, есть некоторая стайность, все равно же, то, как, о чем вы говорите, и на этом видео заметно, изначально, я ведь за полтора минуты проявила себя и как рефлектор, и как конструктор, и как центрист, а полтора годика человеку, и это видно, и прямо такая вся деловая, серьезная, этот мальчик игрался с игрушкой, и он забрал еще и мою слона, а я сидела, читала, как вложенный конструктор, изучала что-то, и когда он вытащил из-под меня слона, и его утащил, я подошла к нему, серьезно, взяла игрушку, вернула ему его игрушку, и забрала себе своего слона, в полтора года, говорю, держи, товарищ, и как рефлектор, пошла смотреть, как поет моя мама, и ручки к ней воздевать вверх, то есть это очень, это я к чему, генетическая обусловленность, да, любовь, возможно ли научить любви других людей? У меня сейчас, вот засняли как раз видео, вчера это было, позавчера, про любовь я снимал, для ютуба, да, вчера я снимал, шесть роликов на разные темы, и они мне все привезли, те темы, я говорю, слушайте, какую вы муть перенесли, я не хочу, это разговаривать, никому рассказывать, это ужасно, скорочтение мне говорят, расскажите про скорочтение, я говорю, вы больные все, ну какое скорочтение, уже никто не читает, какая скорость, да, и я говорю, я про любовь расскажу, вот, я про любовь рассказал, так что, чтобы просто у вас мало времени, там будет отдельно, этот, прямо, для вас, будет посвящено, посвящено вам, значит, это видео, Но если говорить просто серьёзно, то у нас просто время, при котором мы теряем способность к любви, потому что любовь – это когда вы восхищаетесь другим человеком, то есть вы готовы как бы встать на ступень ниже него. Вот любовь, она предполагает, что всё-таки есть то, что как бы… перед чем вы благодовеете. Это не обязательно, что это что-то там сверхъестественное. Вы можете перед человеческими качествами, перед, я не знаю, просто способом реагирования человек, неважно, но вы должны как бы встать чуть-чуть ниже другого. А у нас время эгоцентриков. У нас все ходят, корона на голове, и поэтому любви им становится меньше. А любовь – это то, что скрепляет, потому что это абсолютно такая вещь, которая лишает нас вот этого желания борьбы за первое место. Понимаете, с любимым человеком, вот с ребёнком со своим, вот разве можно с ним соревноваться за первое место? Ну, есть психи, которые это делают, вот, но это видно, что сразу там все нездоровы, вот. Ребёнка-то наоборот всё время пытаешься как-то, чтобы он как бы чувствовал, что он движется, и что он впереди, и что родители… И очень важно, если у вас есть дети, говорите им, что вы им не гордитесь, и говорите за что, вот. Потому что вот это даёт им возможность почувствовать себя значимыми, ценными, вот. И, ну, в общем, я отвёкся, в общем, короче говоря, любви становится меньше, потому что мы стали слишком эгоистичны. И мы проявляем мало интереса к другим людям, а если вы в другом человеке не видите его объёма, его сложности, его внутренней жизни, как вы будете восхищаться? Восхититься же можно чем-то, что там, как бы, что вы увидите, вот. Вот, поэтому, не знаю, можно ли научить, вот, но главное – не потерять. Вот, ну, в себе, в нас, во всех, друг в друге, вот. Главное – не потерять этой способности пропускать человека вперёд, самого себя. Да. Ускоряемся. Политический... А, извините, это я дал слово, я виноват, я не видел вас, сейчас всё организуем. Политический философ Павел Щелин декларирует, что типовой современный представитель западной цивилизации является нарциссом, и его непомерные нарциссические потребности может удовлетворить только искусственный интеллект. Вопрос, зачем современному человеку в нашу эпоху развития искусственного интеллекта нужен другой человек и семья? Значит, это потому что сохраняет человечность. Вот, потому что можно, конечно, лишиться человечности. Можно превратиться просто в биологический объект, зависящий от определённого средового фактора, которым является искусственный интеллект. Но вы не будете сами не мыслить, вы не будете сами иметь внутренний объём. Жизнь будет становиться скучной, плоской, и в целом это просто будет примитивизация. Мы потеряем вот эту взлётность нашу, которая есть у человека. Поэтому всё это нужно. Ну, прежде всего, нужно общение, да, и нужно умение. И понимаете, вот то, что для мышления очень важно, я часто это говорю, просто это термин такой, да, нам нужно сопротивление в мире интеллектуальной функции. Значит, вот ребёнок развивается, и его мышление становится объёмнее, и он из Маугли превращается в человека, способного на что-то красивое и прекрасное. Вот, потому что в мире представлений, значит, другой человек может ему как бы сопротивляться, натолкнуть на препятствия, сказать, не-не-не, так не работает, это не будет, вот, посмотри вот сюда ещё, а ты вот это не видишь, а ты вот это не учёл. Если бы нам этого не говорили, мы бы были Маугли, понимаете, вот, и только другой человек может нам сопротивляться. Искусственный интеллект будет играть под нас, он будет играть в поддавки. Вот вы, в какие шахматы вы научитесь играть, если ваш, как бы сказать, соперник будет играть в поддавки. Вот, поэтому, да, люди не самая приятная, так сказать, история, да, с ними много проблем, вот, но за счёт этого мы обретаем внутренний объём, и мы сами способны на что-то, что нам самим в себе воспринимаем мы как красивое, как ценное, как значимое и так далее. Вот, поэтому, конечно, всё идёт в тартаражи, вот, это, но так оно и погибло всё, Греция так погибла, Египет так погиб, все цивилизации так погибли. Вот, может быть, мы, как бы, обойдёмся без чёрных, тёмных веков, там, средневековье нельзя называть тёмными веками, но может быть, что мы, конечно, всё растеряем, и потом снова цивилизация будет возрастать. Но в какой-то момент, может быть, мы научимся делать выводы из своих прежних ошибок. У меня такой вопрос, Вы не могли бы, пожалуйста, разобрать ситуацию образования с точки зрения ресурсов внутри хронотопов, и образования, и как, Академии смысла, и, в принципе, институтов, которые сейчас есть, насколько они функциональны? Спасибо. Ну, спасибо большое за вопрос. Вы задали вопрос на, как бы, на миллион рублей, вот, ну, то есть, очень большой. Вот, потому что образование – это одна из самых сложных, вообще, сфер, да, потому что для того, чтобы справиться с образованием, ну, как бы, решить этот вопрос, надо учитывать очень много количества переменных. Во-первых, надо учитывать, там, психику ребёнка, и как она формируется, и подростка, там, и так далее, вот. Вот, это всё очень непростые штуки, и не случайно у нас есть младшая школа, средняя школа, у нас есть, там, сейчас бакалавриат, есть регистратура, потому что это разная степень созревания мозгов способна на разную интеллектуальную деятельность, и вот нужно к ей в поддам двигаться. Значит, вторая проблема состоит в том, что мы очень долго учимся. Значит, усвоить знание несложно. Вот, Маск обещает, сейчас нам вставят по чипу, значит, и, значит, будет прямо знание загружать туда в голову. Но знание – это не понимание. Вот, а образование, оно должно давать понимание, вот, соответствующей какой-то проблематике, темы, системы отношений, элементов, структуры, там, и так далее, их взаимодействие и прочего. Вот, поэтому, значит, следующая проблема – это мы долго учимся. Значит, в результате мы должны сами долго учимся, педагоги должны еще дольше учиться для того, чтобы это все тоже как-то это осмысливать, а мир меняется и несется с бешеной скоростью, и то, что мы вот раньше считали, как бы, нормально, перестает быть экономически целесообразным. Ну, то есть, вот, на самом деле, там, получение хорошего гуманитарного образования, вот, ну, там, раньше были филологи, понимаете, ну, сейчас еще кто-то остался, понятно, в живых, вот, но это же был целый, как бы, вы встречались с человеком, который, ну, что-то, ну, и любую, философию, историю, там, и так далее, вот, это огромные были, вот, прямо, махины, люди, люди, людям, человечище, так сказать. Но для этого нужно время, понимаете, и никто сейчас не будет платить за это, вот, поэтому, вот, вторая проблема, то, что платят за что? Навык кодить, вот, в свое время бухгалтеров наделали с экономистами, сейчас кодеров наделали, тоже всех вымоет сейчас искусственный интеллект, и так далее, ну, вот, мы все время, вот, бежим, экономический фактор определяет образование, это невозможно, цивилизация не должна так жить. Может быть, мы сообразим, что если искусственный интеллект сможет делать все, то мы как-то осознаем, что на самом деле образование, это не про деньги, потому что деньги делают эти, как его, машины, вот, а мы делаем человека, который способен быть махиной, который, вот, в котором, так сказать, который способен порождать смыслы, понимаете? Но это пока не сделано, вот, и следующая проблема, это мы совершенно не понимаем, к какому миру мы готовимся. Значит, раньше все время выпускались, так называемые, белые страницы, значит, это разные компании, разные исследовательские группы, они публиковали, что они представляют, что будет происходить через, там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, и так далее. Значит, последние белые страницы, там был 25-й год, значит, и после этого кружочек и такое. И дальше может быть по-разному. Вот, это то, что называется сингулярностью, у Курцвейла называется технологической сингулярностью, значит, у Капица называется демографическим переходом и так далее, мы не можем заглянуть. Как можно делать образование, если вы не понимаете, ну, как бы, куда вы его собираетесь имплементировать? Поэтому вопрос суперактуальный, гиперправильный, вот, но ответа на него нет. Моя история, она, вот, как бы, что я, я все время очень прагматично рассуждаю. Значит, я вижу, что люди теряют, как бы, способность к интеллектуальной деятельности. Я считаю, что это ресурс, поэтому, вот, я очень много сил вкладываю в то, что люди бы обучались, как бы, самим аппаратом мышления работать. Вот, второе, я понимаю, что, да, сейчас возникнут электрические психотерапевты, вот, я сам приложу к этому руку, вот, почему, потому что есть набор всяких разных, как бы, техник, упражнений и прочее, 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 которые людям нужно будет иметь все время под рукой, потому что они, как бы, будут, иначе, дестабилизированы. Ну, вот, но, значит, построить с собеседником связь, в которой он в себе увидит то, что он в себе не видит, это сможет сделать только профессиональный человек, ну, вот, махина тоже, педагогическая. Поэтому я, не педагогическая, а психологическая. Поэтому я занимаюсь и, сейчас вот, мы создали Академию психологии и мышления, в рамках которых делаем курсы как раз для подготовки психологов, консультантов. И, там, многие стонут, вот, потому что, говорят, это что, это столько всего надо знать, вот, но я так делаю, что, на самом деле, это не то, что надо знать, это просто надо пройти и потом сделать, и, как бы, оно придет к тебе, это знание, оно не, вот. Вот, но так, это очень много надо, чтобы знать про человека, вот, для того, чтобы действительно стать тем, кто будет вытаскивать из таких, действительно, тяжелых ситуаций, из которых будет все больше и больше у людей, вот, в этом мире, лишенном, так сказать, внутреннего каркаса и опоры. Вот, поэтому, вот, я знаю две вещи, которыми надо заниматься, ну, с точки зрения образования, поэтому я их строю, но это, ну, как бы, явно не исчерпывает, так сказать, всей проблематики, вот, но мышление и психическое здоровье точно пригодятся. Вот, я из этого, в детстве, в Советском Союзе, они говорят, то у тебя должна быть профессия, чтобы ты всегда мог заработать на кусок хлеба. Значит, вот, я сейчас говорю, вот, значит, у вас должно быть, как бы, социальное пространство, в котором сохранено мышление и психическое здоровье. В противном случае, мы будем дебилами, психами, ну, с эти, альтернативы. Ну, так, да, без альтернативы, вот, поэтому, ну, это большая проблема с образованием. И несчастные наши учителя, понимаете, это педагоги, раньше же это был авторитет, понимаете, ну, если бы родители вызывали в школу, вот, это был ужас, понимаете, что-то придут, и, значит, мама придет, и она будет в ужасе, и, значит, ей скажут что-то такое. Вот, а сейчас мама сами приходит, дверь в учительскую ногой открывают, и, значит, вы там, значит, недостаточно нас хорошо учите, и так далее. Вот, и это большая проблема, так обучение не происходит. Обучение происходит у авторитетов, это у приматов точно так же, вот, у неавторитетных не учится. Вот, и академическое образование перестало быть, потому что раньше вам академическое образование давало статус, вот, сейчас академическое образование не дает статуса никакого, потому что у всех есть свое мнение. Какая разница, что думает академик? У меня другое мнение, вот, он там, понимаете, что-то все копошился, 40 лет что-то там, значит, изучал вопрос там, что делал там и так далее. Блин, да не, ну что, ну почему, у меня-то мнение другое, но это виноват Дорида, я почему его ненавижу. Так, в общем, да, ага. Ну что, друзья, к сожалению, к сожалению, да, время нашей встречи подошло к концу.